Лесная промышленность в Тюменской области ждет активности предпринимателей, причем как городских, так и сельских. Доли переработки ресурсов сейчас меньше половины от возможного. О больших планах в перспективном бизнесе. Материал моих коллег. На предприятии «Березка» в дело идет любой лес. Хвойные породы на вагонку и мебель, береза на дрова. В прошлом году появилась сушилка за миллион рублей. Рядом новый деревообрабатывающий станок. Его купили за 700 тысяч. Деньги получили по инвестиционной программе. Рынок заставляет увеличивать производство. Увеличиваем бочность производственную, пилораму по производительнее. На данный момент ставить будем. С электриками проблемы. На стадии решения уже этот вопрос. То есть нам помощнее ветку подвести электричество. Лесная промышленность Тюменской области имеет хорошие перспективы. Здесь ждут не только заготовители. Ставку делают на углубленную переработку. Предлагают сельским предпринимателям активнее идти в лесной бизнес. Имеем миллиард кубов. И 16 миллионов кубов в год можем безболезненно заготавливать и перерабатывать на территории Тюменской области. Факты несколько отличаются от возможностей. То есть фактически мы перерабатываем, заготавливаем всего лишь 2 миллиона кубометров. В прошлом году на предприятии Загрос заготовили более 130 тысяч кубов леса. Из них половина сосна. Треть сырья перерабатывают на заводе селе Тумашова. Отходы производства идут в котельные, которые работают на опиле. Их установкой также занимаются загровцы. Береза используется на дровах. Только в прошлом году реализовали 600 кубометров. Пользуя спросом горбыль и срезка. На сегодняшний день полная срезка, то есть сосновая, реализуется население бесплатно и в большом объеме. То есть все желающие могут приехать, получить ее здесь. Погрузка бесплатная. Скоро в Галышмановском районе появится деревообрабатывающий комплекс. Соглашение об этом подписано правительством Тюменской области и АВА-компании из Омска. Компания серьезная, имеющая уже не одно производство, которое работает сегодня с рядом, скажем так, серьезных потребителей продукции. Поэтому мы видим, что в таком нашем соглашении, вернее за этим соглашением последуют конкретные шаги и конкретные дела. Пока в районе работает только лесопилка. Но бизнесмены рассчитывают вложить несколько миллионов евро в строительство производства по деревообработке лиственных пород. Кластер позволит создать большое количество рабочих мест. Вячеслав Мартынов, Анна Мислер, Андрей Захаров. Тюменское время.